Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами рассмотрим такую камеру как эндоскоп. В прошлом видео я показывал как утеплял стены пеной и золом. Дырочки просверлены, жидкий пенопласт заполнил все пустоты. Теперь необходимо проверить как же он заполнил. Летом мне пришлось купить вот такой эндоскоп. Он недорогой, стоит 200 гривен плюс минус 50 в зависимости от комплектации и марки. Итак, посмотрим как он работает. Эта вещь очень хорошо понадобится автолюбителям для того, чтобы проверять поршневую систему двигателя. Понадобится такая вещь сантехником. Можно посмотреть где засор в трубе канализации и его устранить. Ну и также понадобится пенозольчиком, потому что мы задуваем пустоты, а их никак не посмотришь кроме как таким аппаратом. Сейчас разберемся как же он устроен. В комплект этого эндоскопа входит сам эндоскоп с проводом длиной 1 метр. На нем установлен регулятор яркости света, маленькие диодики вот по периметру. Здесь их 6 штук и кнопочка, которой можно снимать видео или фото. В зависимости от того, какая у нас цель стоит. Здесь выход мини-USB и этот аппарат очень хорошо подходит для телефонов системы Android, которые поддерживают выносную камеру. Также здесь есть вот такой переходничок на USB с мини-USB. Длина его примерно 15 сантиметров и он нам пригодится для подключения к ноутбуку. В комплекте идет инструкция на китайском языке. Здесь есть краткое устройство и порядок установки программы на Android и на компьютер системы Windows. Идет в комплекте программа для Android и для компьютера. Также есть небольшие аксессуары. Это маленькое зеркальце угловое. Мы сможем и будем им пользоваться сегодня того, чтобы увидеть полость под стеной. Идет обжим такой, который одевается на камеру для удобства и фиксации. И две такие два крючка. Один с магнитной вставочкой. Это скорее всего для того, чтобы доставать всевозможные мелкие вещи, которые провалились в пустоту и мы не можем и достать по-нормальному. Я сегодня буду устанавливать этот эндоскоп на ноутбук, потому что мой Android пока не поддерживает выносную камеру. Поэтому нам понадобится в первую очередь ноутбук с системой Windows. Для начала подключаем этот переходничок к мини-USB. Камеры заходят довольно плотно и без люфта. Теперь подключаем эндоскоп к USB-выходу ноутбука в таком ракурсе и после этого наш ноутбук начинает устанавливать драйвера. Определяется как USB 2.0 PC камера. Драйверы установились и готовы к использованию. Следующим этапом будет установка программы, которая находится на этой мини-диске, которая называется VF Play Cup. Это для компьютера. Также есть вариант для Android телефона AN-97-APK. На диске есть два файла авторан и сетап. Запускаем сетап. Ацепт. Экстракт. И начинается установка программы. Поищем на рабочем столе вот эту программу VF Play Cup. Открываем. Вот включилась моя стандартная камера. Меню программы на английском языке. Судя по опциям, здесь больше других языков нет. Нам необходимо выбрать камеру, которая у нас показывает. Вот появилась вторая камера наша. Включаем ее и вот уже начало появляться изображение с этой камеры. Здесь можно выбрать формат максимальный 640 на 480. Но этого вполне хватит для того, чтобы определиться с пустотой, что находится внутри. Также здесь можно попробовать включить свет. Подсветку лестяжком с альным джойстиком. Вот он регулируется до максимума и до минимума. При работе на максимуме чувствуется, как нагревается камера от работы светодиодов. Также можно попробовать сделать снимок чего-либо. Вот появился снимок уже при нажатии этой кнопочки. Камера имеет направленность и вот при вращении камеры крутится изображение. Вот такие снимки получаются. Камера протестирована. Теперь проверим ее непосредственно на стене, которую задували пеной изолом и посмотрим, как же оно задулось. Для этого используем маленькое зеркальце боковое, на котором есть пленочка. Ее необходимо снять, чтобы не было мутного изображения. Удаляем пленочку на зеркальце. С помощью пинцета стараюсь не поцарапать зеркало. Оно имеет такой маленький внешний вид. Не забываем об этом. Теперь накручиваем, здесь есть специальная резьба, на колпачок, на камеру. Шаг резьбы мелкий, не спадет никуда. И можно теперь проверить, как же показывает камера. Вот таким образом видно, что камера снимает хорошо. Непосредственно вводим камеру в отверстие в стене, которую еще не заделал. И предварительно включив самый яркий свет. Чтобы было удобнее наблюдать, я возьму спицу металлическую и с помощью изолент примотаю камеру и удобнее было ее размещать в отверстии. Таким образом получилась такая конструкция. Теперь можно смотреть. Сейчас я покажу, что записала моя камера. И сейчас я покажу. Видит, что спицу металлическую и сомиссию можно делать все это, чтобы заставить. Я беру крупную камеру. И здесь, я беру до 12 частей. Я беру плату мягко-мягко, я беру в мягко-мягко. И здесь, я беру плату лимон. И здесь, я беру. И. Ну вот, такое небольшое приспособление помогло мне развеять сомнения об утеплении своих стен. Это говорит о том, что пена везде есть. Есть небольшие конечно пустоты, но это связано с тем, что когда я вынимал этот пистолет из раструб, из отверстия, была воздушная подача воздуха и возможно в месте отверстия немножечко пена и продулась глубже. Поэтому эта камера очень хорошо пригодилась. Вы смотрели видео о том, как проверить наличие пеноизола в стенах с помощью маленького эндоскопа, который стоит не так уж дорого, а приносит очень много пользы. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok